Скрытая камера. Два сотрудника Роспотребнадзора покупают под прикрытием пирог с мясом. Еда съедобна, проблема в другом. На лице кассира не хватает маски. Надеть маску на подбородок, значит не сделать этого вовсе. Но претензию проверяющих куда больше в списке. Непонятная жидкость в виде антисептика и чистый пол. Без ограничительных линий. Где у вас разметка? Почему разметка? Разметка стерлась. Стерлась? По-моему, ей скинула. Она была, просто подралась, ее убрали. Борщица помыла. Теперь пирог с мясом нельзя купить будет вовсе. Магазин закроют, если его владелец не заплатит штраф в размере от 50 до 150 тысяч рублей. Суду еще предстоит вынести приговор. Мы бы маску не надели. Ну, задыхаюсь, не могу идти с маски. Страшно, что заболеете? Да я уже переболела коровидом. Иначе дела обстоят в магазине по соседству. Здесь сразу у входа те самые маски и антисептик. Запайся его еще 5 литров на складе. Ко всему этому журнал заболевших, куда сотрудники записывают свои 36,6. Сегодня мы проверили несколько предприятий торговли. В некоторых выявили нарушения санитарно-противоэпидемических мероприятий. За нарушение указанных требований предусмотрена административная ответственность по статье 6.3, часть 2 кодекса об административных правонарушениях. За нарушение придется выплатить штраф. Для граждан это 15 тысяч рублей. Для должностных лиц и ЭП от 50 до 150. А юридическое лицо уже заплатит от 200 до 500 тысяч. Из-за роста заболевших ОРВИ и COVID-19 рейды в магазинах, ТЦ и транспорте продолжаются. Анастасия Наборщикова, Данил Захаров. День с толком.